всем привет привет вас на своем канале сегодня будет обзор тюнера sat integral с 1268 hd heavy metal это модели продолжение моделей 1248 1258 hd немножко обновленные с более мощным процессором тут немножко больше памяти оперативной и обычной ну и другие там сейчас мы все разберем и посмотрим давайте сейчас посмотрим на комплектацию этого тюнера такая коробочка внутри инструкция где все описано как подключить где какие разъемы где какие что есть там дальше что у нас еще комплекте идет с джем и кабель это хорошо это большой плюс и кабель такой хороший хайп спитами она и хороший дальше комплекте идут батареечки как всегда тоже это хорошо идет разъема тюльпаны для старых телевизоров в этом тюнере как мы видим два кабеля есть это уже большой плюс сейчас познакомимся с пультом пульт у нас обычный сат интеграловский ничего особенного все кнопочки на месте вот эти цветные hd вай фай перемотки usb запись инфо фаворит этого радио ну переключения каналов звук здесь вот это все вместе кнопки мягкие ну как обычный ну и на внешность посмотрим самого тюнер передняя панель у него впереди и и избе кут для подключения флешки и дисплей на четыре циферблата дальше надписи кнопки переключения кнопка включения выключения переключения каналов вентиляции есть heavy metal поэтому он и металлический здесь как видно видите видно плату кому интересно можно все рассмотреть питание встроенное внутреннее антенный фото раз 232 для прошивки и избит войну для подключения вай-фай адаптера hdmi выход выход на тюльпаны коаксальный выход и кнопка включения выключения питания и пломбы на месте корпус металлический неплохой внешний вид на теперь давайте его подключим к телевизору посмотрим если какая здесь ставить версия прошивки с коробки может обновим поставим там этом на сайте я рексот нашел один дом скачал вот его наверное поставлю ну и посмотрим какое меню как он работает ну и вообще чем интересен вот такой тюнер приключения дисплей как мы видим зеленый там настройках есть яркости дисплея ярче по ярче ну и сейчас посмотрим какая картинка в телевизоре включаем наш телевизор там придет загрузка сейчас посмотрим какая версия прошивки если стоит старая мы поставим более новую ошибку списками каналов не будем за его изучать так включается наш тюмирок посмотрим вот картинка такая заставка с ответ играл нет сигнала сейчас посмотрим кнопочка меню какая у нас версия кнопки информации так у нас версия ма 24 13 12 но на данный момент есть более новая версия 13 15 потом этому прошивочку я скачал на сайте я рекс от на эту флешечку сейчас я встану и есть и разъем и попробуем обновить и сейчас будем обновлять заходим раздел дополнения выбираем юсб меню заходим юсб меню так и ищем прошивочку от прошивка 1248 1258 hd ну вот это дам который мы сейчас и установим так сейчас ищем вот прошивка на наши тюнер 1268 обновляем прошивочку сейчас мы все сюда установим идет перезагрузка пусть пусть ли обновления прошивки и дальше установим ключик и спиской каналов ну и все остальное и посмотрим к ней какая картинка и пройдемся по меню ну меню уже много и знаком так вот ключик и обновляем список каналов обновили теперь пройдемся обновим все все прошивочка прошла успешно итог после обновления пройдемся по меню ну первая у нас остановка антенны здесь нужно выставить десеки первый спутник здесь прописан hotbird выбираем в сторонку у меня от бирд на лмб втором потом как еще выбираем спутник астро астро у меня первый ну каждый по-своему как у кого как настроена ну и есть третий спутник это амос у меня он lmb3 сигнал есть сейчас посмотрим на картинку появились а каналы так ну вот сигнал канала есть все у нас показывает ну а теперь пройдемся по меню первый разми первое меню это установка антенны как я вам уже показывал установка вот от обвеса у кого есть эта система и следующее патч меню здесь есть вот ключей power you без века с наград и другие ключики дальше менед менеджер каналов можно выбрать например редактор каналов и например вот так перемещение двигать например кнопочками вот внизу например видим двигать удалить блокировать переменовать ну например удалить вот выбираем канал которые нам не интересны и нажимаем вот так этот можно даже оставить вот эти каналы которые интересны просто нажимаем удалить потом кнопочка выход действительно хотите удалить и каналы удалились оставились каналы которые интересные будут работать ну теперь давайте пройдемся дальше по меню станок менеджер каналов редактор избранных можно выставить избранные фильмы спорт новости музыка детское образование общие и культура сортировка канала можно сортировать и по языку по спутнику про транспортерах из избранных алфавит и по провайдерах можно какой-нибудь спутник удалить который мне интересно например набираем 400 и один из спутниками просто удаляем который сброс на заводские установки и пользовательские списки можно список каналов сохранить в память пюнера или выгрузить если он уже есть ранее сохраненный установка системы здесь выбираем язык меню аудио дорожка вторая язык телетекст титров тип аудио авто громкость анто выход из списка список последних каналов обновления имен каналов тип списка эффект переключения черные или пауза подсветка дисплея вот яркость как я говорил можно поставить пока ты любит чтобы поярче или нет на дисплее можно установить номер канала или время глубокий сон лимит видео на youtube здесь можно выставить качество картинки какое надо но если выключить она будет автоматически чтобы все работало авто обновление без ключей если вдруг какой-то канал заблокируется оббис данный тюнер обновляет без ключей из интернета если вы подключены к вай фай сети так что очень удобная функция проверка обновления включена цвет поддержка канала можно выбрать какой захотите дальше ндсx тайна на секунда авто обновления youtube включена так что в этом тюнере youtube будет всегда работать будет просто авто обновляться что очень хорошие задержка номера канала тоже нужно выставить 2-3 секунды при включении что нужно использовать салт или и пяти ве качество и пяти ве высокой низкой или обычная кому как надо время ожидания часы на экране включаем выключаем и положение часов правый вверх левый вверх вот мы включили часы и вот видите и вверху написано у нас как мы видим время можно включить часы и чтобы смотрелось время при переключении мы переключаем канала вверху будет у нас время следующий меню прозрачность лсд как вы видите это прозрачность меню можно поставить не прозрачность или текста время индикации тв-система режим и зимой зимой пространство масштабе с бенею формат экрана авто а c3 выход тоновый сильного в этом разделе и контроль доступа это родительский контроль можно ввести блокировка пароля все вводить и смотреть настройка времени у нас уже можно настроить установка таймера и таймер 100 дополнение это я уже показывал usb меню можно с флешкой устанавливать прошивки смотреть фильмы музыку фото паук ну и другие разделы и уэсби дальше у нас в дополнениях менеджер юсби раз мы посмотрим это нам зарисби как говорится так можно сказать то же самое но здесь есть раздел можно форматировать диск переименовать инструменты избит можно редактировать файлы на usb флешки информация версия прошивки модель как вы видите gx 6605 с это такой у нас процессор версия прошивки 315 на ноябрь двадцать первого года это на данный момент самая последняя версия прошивки поддерживает вайфай адаптеры типа mt7601 и rt5370 я в данный ресивер подключил модель rt5370 и вот такая информация так что настройка сети настройка вайфай сейчас мы подключимся к моей сети вот моя сеть это верхняя сейчас мы вводим сюда пароль роль идет регистрация сети красной кнопочкой я подсоединил видите появилась галочка возле моего вайфая данный тюнер подключился настройка сервера это настройка хитрого просмотра тип сервера есть не узком им джекам сисеком так что можете активировать своего провайдера вести и смотреть хитрый просмотр установка 3g и есть работает с 3g моделями модемами сейчас посмотрим какие операторы здесь прошиты есть 3g ютел киев старт так дальше и джуз белой интернет хитрый интернет хитрый водофон овске и и интернет интер телеком так что можно воспользоваться этими операторами и 3g модемами и установить и установка юсб он это есть переходник такой избил он нужно его тоже им воспользоваться установить это же можно настроить сеть и сетевые приложения какие у нас ну посмотрим как работает youtube обновление конфигурации youtube сейчас посмотрим успешно обновлена обновляется youtube загрузка информации категориях пожалуйста подождите ну ждем посмотрим как youtube загрузился здесь стоит автообновление ключа загрузился сейчас посмотрим как у нас идет и тут картинка так ну как мы видим youtube картинка пошла идет все отлично youtube работает можно здесь из категории есть музыка спорт игры новости life мы посмотрим спортивные так вот как мы видим то уже загружается спорт ну youtube как мы видим работает это хорошо следующее у нас мегагул сейчас посмотрим как работает у нас приложение мегагул тоже как мы видим загрузилась но здесь многие фильмы как бы платные некоторые бесплатные смотреть можно не все нужно просто выбирать ну сейчас мы что-нибудь подберем запускаем фильм мегагул как вы видим тоже картинка идет начинается можно смотреть фильмы мегагул тоже работает так нажимаем выход следующая apollo сейчас посмотрим что это такое нет результата ну не прописано дальше у нас обновить онлайн здесь как вы видите можно обновлять youtube конфигурации обновлять свежие ключики как вы видите есть на 4 на 6 нажимаем красный клуб кнопочкой и обновляем все обновили и можно онлайн переключение вай-фай обновлять и ключики и другие вот видим у нас и стройный mp3 м3 у альпи тиви листы но сейчас посмотрим как работает айпи тиви здесь так вот первые три не забывались а тут что-то тоже не грузится так подойдем что-то все петель и не работает ну да в этом тюнери и петель и не заработает ладно и петель и память это нужно м3 у лист ставит на юсб флешку и прописывать айпи тиви и смотреть флешки установлен сюда и можно смотреть уже и петель и спрашки онлайн радио как мы видим здесь по разделах по регионах нужно слушать какие-то радио тоже всяких радиостанции можно слушать онлайн и рсс новости экстрим айпи тиви если есть если вы зарегистрировали на экстрим портале можно тоже прописать здесь сервер и пользователей тоже смотреть redtube это для взрослых приложения и мобильные приложения можно сканировать с помощью android устройства и айос и управлять данными сервером с помощью ваших телефонов тоже очень полезная хорошая функция которая есть ну вот такой тюнер очень неплохой качество картинки отлично и принимают все каналы отлично работает youtube кинотеатр на гол неплохая модель что могу его посоветовать хороший бюджетник от компании сады всем спасибо за просмотр до новых видео